Возвращаемся к беседе с Леном Майнштейном. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, Филипп. Здравствуйте. Можно вам сказать две вещи? Немножко чуть в сторону. Первое, касаемо международных дел, вот эти все вспышки терроризма, так называемого, которые, в принципе, если в процентном отношении, они касаются в основном христиан. Евреев тоже, но христиан гораздо больше против них. И до тех пор, пока не будет дан неадекватный, именно неадекватный ответ, однократный, если это повторится второй неадекватный ответ, я не призываю, как к Херасиме дело. Но, в принципе, локальный атмосферный блок и постоль существует. Только тогда эта публика поймет, и все пойдет на спад. Именно после неадекватного ответа. А что это может быть, я извиняюсь, а вот неадекватный ответ, чтобы вы понимали, о чем идет разговор. Неадекватный ответ в том смысле, что на любую террористическую атаку будет ответ, который уничтожит всю эту локальную сеть. А это, в принципе, технически это сделать несложно. Я извиняюсь, я так и не слышал. А пример ответа вы можете дать? Нет, я говорю, пример, как когда-то было сделано с Херасимой. Но я не хочу, чтобы такое было. А что вы хотите, чтобы было, например? Я просто пытаюсь понять, потому что я не понимаю слов «неадекватный ответ». Что это значит? Неадекватный ответ, потому что Израилю все время говорят, что он неадекватно отвечает. Дайте один пример того, что вы имеете в виду под неадекватным ответом Америки на терроризм. Да, именно. А что конкретно? Пример? Пример? Ну вот если произойдет какая-то группа большая, террористическая атака, вся эта группа должна быть уничтожена со всеми коммуникациями. Ну, все пытаются сделать, а как это сделать, непонятно. Ну, понял я. Нет, это военные ответы, это без проблем. Давайте неадекватно отвечать. Главное, что политического решения нет. Ну, понятно. Спасибо огромное. Да, хотел принять следующий звонок. Человек не дождался 847-4005-200. Мы больше не будем говорить о Байдене, наверное, не будем влезать в подробности его темных делишек с Китаем. Мне интересно, соперники по праймарис его будут, вот, как бы, поднимать эту тему или нет? Барни Сэндерс выступил, но он говорил о его рекорде, о том, что вот Байден голосовал за войну в Ираке, я голосовал против, Байден голосовал за нафта, я голосовал против, а вот о скандальных вещах, о реально скандальных вещах, за которыми может последовать и ответственность. Вот будут ли его соперники на праймарис поднимать эти вопросы или нет? Значит, если он будет продолжать лидировать, и они увидят, что, ну, скажем, так сказать, способом рассказов о том, что он недостаточно левый, они пытаются его выставить центристом. Он-то пытается сказать, что он очень левый, а они говорят, нет, недостаточно. Вот. Если этого не будет хватать, тогда пойдет все, что угодно. Ну, давайте попробуем принять следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я бы хотела вот такой вопрос задать об Ассандже. В связи с тем, что, вот, во-первых, я не совсем понимаю, кто так заинтересован в Америке получить сюда Ассанджа, чтобы его здесь судили. Демократы или республиканцы, кто заинтересован? Потому что, на мой взгляд, Ассандж вообще выполняет огромную роль. При том отрицательном некотором, что он сделал, да, он очень много делает положительного. То есть, вот, например, имейлы и вот этой нашей Хилари Клинтон, он обнародовал, в общем-то. Он поднимает вопросы такие, которые прикрывают средства массовой информации, которые контролируются опять той же самой демократической, так называемой, партией. Поэтому я за Ассанджа, чтобы его не судили. Но интересно, кто здесь заинтересован в его осуждении. Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос. Значит, в первую очередь заинтересована демократическая партия. И даже не потому, что они надеются, что называется, вырвать у него признание какое-то, что он там, ну не работал он напрямую, не с кем, в компании Трампа, скорее всего. А потому, что они не могут ему простить, что частично из-за него, с их точки зрения, Хилари Клинтон проиграл. Все это ему просто простить не могут. Теперь, республиканцы тоже как бы заинтересованы, чтобы не было места, через которое можно было бы так легко сливать государственные секреты. Но проблема заключается в следующем. Он непонятно по какой статье Америка может его судить. Потому, что он поданный другому государству, он нам ничего не обещал, ничего не обязан, он ничего не воровал, никого не поощрял. Он просто говорит, ребята, вот у меня есть издание под названием Wikileaks. Оно, так сказать, на интернете доступно всему миру. Вы, если вы хотите, у вас какие-то есть интересные вещи, потому что мы, так сказать, должны, наше правительство, которое пытается нас все время скотами сделать и, так сказать, из людей превратить в толпу, мы должны все время их контролировать и присылайте мне, и я буду это опубликовать. А какие претензии у американцев могут быть по отношению к нему, я не знаю. Поэтому там начались эти штуки в Швеции, что он кого-то изнасиловал. Ну, чушь какая-то всякая, да? Вот. А могут ли найти... Могут, пожалуйста, так сказать. Трамп, пока нас судят в суде и выясняется, что он там что-то делает такое, не то, что надо, и поэтому надо все время идти выше и выше и выше, пока не добираемся до Верховного Суда, чтобы там сказали, что чушь, да все, и киней, да? То есть, можно... Вот. Поэтому я считаю, что это больше демократы, более эмоционально, чем что бы то ни было. Давайте попробуем следующий. Заново, добрый день. Алло, здравствуйте. Вот мне кажется, что вот наша страна напоминает мне воздушный шар с двумя пилотами. Первый всячески пытается удержать этот воздушный шар на плаву, а второй не позволяет, не то что не позволяет сбросить балласт, и еще увеличит этот балласт, за счет чего и происходит увеличение нашего внешнего долга. Скажите, пожалуйста, вот за прошлый март, скажем так, границу перешли более тысячи-сот тысяч нелегалов. Это же граница. Почему наши войска держатся где-то в Афганистане, в Ираке? Почему бы не усилить эти границы нашими войсками и остановить? Пусть будет он в собаке. Ну понятно, давайте на эту тему поговорим. Спасибо большое, понятно. Можем поговорить на эту тему. Да, конечно. У меня на этот счет есть свое представление. Сережа, я могу начать, да? Ну, можете начинать, да. Значит, дело в том, что мы страна закона. Мы ничего не можем поделать. У нас так построены законы. Если мы хотим поменять что-то в нашей стране, то это делается не революционным путем, а вносятся какие-то поправки. Да, я понимаю, можно сказать, что а демократы не дают. Но что же делать? Мы в такой стране живем, в которой это республика, в которой меньшинство имеет возможность препятствовать тому, что большинство хочет и прекрасно, что может. Значит, да, есть какие-то вещи, которые безумно сложные и практически невозможно из-за этого решать. Смотрите, со времен Рональда Регана в общем пытаются республиканцы с демократами решить проблему иммиграции и никак не могут ее решить. Они не могут в 50-х годах переписать закон этот. Но не переписав закон, мы не можем мобилизовать армию. И у нас достаточно здесь армии. Не надо возвращать из дальних стран. Я вообще за то, что надо возвращать из дальних стран. Но это отдельный разговор. А вы не можете взять и передвинуть армию, поставить ее защитить. Потому что у нас не написано ничего, связанного с том, что армия имеет право на территории Соединенных Штатов Америки делать какие-то действия. У нас это строго запрещено. Значит, опять надо это проводить как специальное разрешение от Конгресса, который этого не даст. Не даст, потому что у них есть возможность блокировать такие решения. И в Сенате, и в Конгрессе. Даже когда они большинство, а когда они большинство просто. Значит, ничего не будет делаться для того, чтобы Америки жилось лучше. Ничего не будет делаться, пока не будут выборы 2020 года. И я надеюсь, что в этот момент, так сказать, не только переизберут Трампа, но и выметут настолько много демократов из Конгресса, чтобы можно было проводить решение 60 или 65 процентами голосов. Вы абсолютно правы. Военные не имеют права даже задерживать тех людей, которые переходят границу. По закону это будет нарушением закона. Вы помните, что произошло с гражданскими... Это импичибл офенс. Что произошло с гражданскими, которые... Республиканцы тоже будут импичить. Что произошло с гражданскими, которые остановили группу нелегалов и держали их под прицелами до тех пор, пока не прибыли пограничники. ФБР арестовало этих американцев за то, что они нарушили закон. То же самое произошло бы с солдатами, с военными, если бы они поступили точно так же. К сожалению... Это был бы такой скандал. Тут просто люди какие-то сделали это. Кстати, патриоты страны, да? Но если бы это были военные, то это даже представить себе невозможно, чтобы было. К сожалению, на последних выборах в 2018 году американцы проголосовали за демократов, которые на самом деле в своей задаче ставят не интересы тех американцев, которые за них голосовали. Но какая-то часть нелегалов проголосовала за них, понятно. Они ставят прежде всего интересы нелегалов, которые... или тех поток нелегалов, которые под легальным предлогом переходят границу. Они же теперь в большинстве случаев даже не прячутся от пограничников. Они сотнями, тысячами переходят границу. В день более тысячи человек и сдаются пограничникам. Потому что дальше процедура очень простая. У них берут какие-то показания, им заполняется аппликейшн, им выдается повестка через 6 лет явиться в суд, дается разрешение на работу и фудстемпы. Чем не жизнь? Потому что в Конгрессе сидят подонки, для которых их собственное кресло и собственное благополучие гораздо дороже и ближе, чем их избирателей, чем американских граждан, которые должны оплачивать всю эту ораву, которая идет. Вот и все. Поэтому я очень надеюсь, что в 2020 году либо как-то поумнеют те, кто голосовал за демократов, ну а если нет, тогда мы просто обречены на... Ну, что делать? Тогда мы сами, сами себя... Абсолютно. Что делать? Мы же не пойди возьмем оружие в руки, чтобы брать Сенат, правильно? Да, к сожалению. Добрый день. Пожалуйста, вы в эфире. Вопрос. Леон, будьте любезны, пожалуйста. А вот мы будем надеяться, что вдруг Трамп перезберется и перезберут в 2020 году. Еще на 4 года. А вот, Леон, как вы оцениваете шансы Ивана Китрам на... Если она выдвинет себя на эту должность в выборах 2024 года? Вот очень любопытно было бы узнать ваше мнение. Спасибо большое. Да, ну, не знаю. Я расцениваю эти шансы как ноль. И я с вами согласен, и слава богу. И я тоже не буду на этого делать. Чего вдруг? Я сегодня вдруг подумал о предстоящих выборах 2020 года, и вот о чем я подумал. Вы можете со мной согласиться или нет? Нет. У меня... Я с большим уважением отношусь к Пенсу. Он действительно человек твердых убеждений, традиций и так далее. Но мне кажется, что было бы таким беспроигрышным вариантом, если бы Трамп взял себе в тикет Ники Хейли в качестве вице-президента и тем самым открыв ей путь или приблизив, скажем, или, так сказать, увеличив ее шансы на победу в 2024 году на президентских выборах. И, по-моему, это был бы такой беспроигрышный вариант. Что вы думаете? Это моя просто фантазия. Я вдруг сегодня об этом подумал. Я вдруг сегодня об этом подумал. Пришла такая мысль в голову. Я не думаю, что Трамп будет менять свой тикет. Пенс, с моей точки зрения, мы о нем довольно мало знаем, несмотря на то, что он очень давно в политике и уже, так сказать, два года вице-президент. Но есть ощущение, что там нет полета. Полет есть у Круза. Полет есть у Ники Хейли. Я думаю, что я могу назвать еще несколько человек. Но вот я назвал двух человек, которые могут серьезно претендовать на должность президента в 2024 году. В 2026 году? Да, в 2024. В 2024. В 2024, конечно. Имя Ники Хейли все-таки она такая... Ей симпатизирует как бы и правая, и отчасти левая, левый спектр политический. Ну, пометуя о ее деятельности. Мы не знаем, почему она ушла. Мы не знаем. Она ушла. Очень просто, почему она ушла. Она готовит себя к дальнейшим шагам. Она пошла зарабатывать деньги. Она пошла в частный сектор. Она сейчас заработает каких-то денег, у нее семья. И в отличие от демократов, которые сидят в Конгрессе и становятся миллионерами, она миллионером, будучи на государевой службе, не стала. Поэтому она пошла зарабатывать деньги в частный сектор. Все объяснили. Ну, окей. Не знаю. Как-то мне не звучит это совсем таким четким ответом на вопрос. Я думаю, что есть какие-то другие способы, типа написать книгу и мой первый год там в ООН и достаточно хорошо ее продать. Не знаю. Я не знаю. Там непонятно. Да, конечно, она потрясающая вигура, только вот этот уход, он очень странный. Давайте, Принцович. Звонок, добрый день. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, могут ли сейчас уволить генерального прокурора Бара? Спасибо. Уволить кто? Трамп? Теоретически, может, когда угодно. Это его абсолютно прерогатива увольнять любого человека из своего аппарата. Никто другой его уволить не может. Глупые разговоры про импичмент Бара в Конгрессе, они как глупые разговоры про импичмент Трампа в Конгрессе. Нет, ничего никто не может. Это уже будет теперь... Народ будет-то понимать как то, что Бар начал расследовать этих конгрессменов, а они начали пытаться его уволить. Никто ничего не будет делать. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, Сережа. Здравствуйте, Леон. По поводу вашего комментария, чьи интересы представляют демократы. Я сегодня был у Астракана СНН, что демократическая фракция, я так понимаю, в палате представителей обсуждают законопроект, чтобы дать гражданство этим так называемым триммерс. И там идут дебаты давать гражданство всем триммерс или исключить тех, у кого есть криминал хистры. И что само по себе об этом не должно быть дебата в принципе, но я думаю, дебаты не потому, что кто-то говорит давайте дадим всем, а кто-то говорит ну как же можно давать преступникам. А дебаты говорят, кто-то говорят давайте давать всем, а другие говорят нет, как же мы будем потом переизбираться. То есть они, то есть я думаю, они все едины, что этим преступникам надо дать гражданство, потому что они триммерс. Но их останавливает то, что американцы могут за это их наказать. Ну, знаете, я помню, как Владимир Ленин придумал. Это вот подтверждает ваше мнение. До свидания. Спасибо. Евгений. Я помню, как, я помню. Владимир Ленин, значит, великий борец за счастье пролетариата, он в свое время, его фракция коммунистов все время проигрывала в дебатах в этом самом, значит, у них там интернационал, но однажды по одному вопросу они выиграли. И он тут же назвал свою фракцию большевики, а все остальные стали сразу же меньшевиками. Потому что, значит, очень важно ярлык правильный повесить, и тогда у людей совершенно меняется представление о том, кто ты такой, что ты делаешь. Какие они дриммерс? Что такое дриммерс? Они что, о чем-то мечтали, когда шли сюда? Нам же говорят, что их маленькими детьми сюда везли. О чем они мечтали? Ничего не знали, они титьку сосали у мамки. Либо там им было 3, 4, 5, 8 лет. Какое мечтали? Взяли их родители за руку, они пошли. Теперь, я понимаю, что это огромный вопрос. Я понимаю, что, наверное, каким-то образом надо это решать. У них нет другой родины. Они, что называется, практически не родились, то они прожили всю свою жизнь здесь и ничего другого не знают. Но Трамп-то предлагал уже это. Он сказал, ребята, давайте строить стену, но так как, так сказать, я должен вам что-то дать. Давайте дадим вот всем вашим вот этим, которых вы, значит, называете дриммерс, мы всем вам дадим. Они сказали 800 тысяч, он сказал, да нет, их больше. Их там 1 миллион 463 тысячи всего. Давайте всем им дадим возможность, не гражданство, а возможность стать гражданами. И они отказались. То есть, на самом деле, они не борются за эти, они борются против Трампа. Им совершенно наплевать. Им главное сейчас, что Трамп. Поэтому идут, совершенно правильно подзвонившие сказал. Идут дебаты не потому, что кто-то считает, что не давать, а просто, ой, если мы дадим, то нас могут не переизбрать. Ну, и все. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Можно говорить, да? Да, пожалуйста. Во-первых, я хотела спросить Сергея, я вчера задала вопрос, чтобы вы передали Леону, насчет того, как может ООН, как получилось так, что ООН решает наш суверенитет. Должны быть у нас открыты границы, не должны, вот эти все колонны. это первое. И второе, есть ли какие-то цифры сейчас по поводу, сколько у нас сейчас, вот было после Обамы 45 вроде миллионов на Велфере сидящих людей. Сколько сейчас? И вот доктор Карсон, который занимается улучшением, как это называется, HUT, H-U-D, там вроде давал туда много денег, улучшилось ли там что-то. Об этом совсем не говорят, как и о education, каких-то изменений. Спасибо. Ну, на первый вопрос я могу ответить, второй я просто не понял, давай я пробую ответить, а потом мы разберемся. Значит, когда Ромни боролся с Обамой, он озвучил цифру людей 47 миллионов, которые в тот момент находились на той или иной форме государственной, федеральной государственной помощи. Значит, на сегодняшний день Трампу удалось снять около 6 миллионов человек с этой помощи. То есть, если у меня правильная математика, 47 минус 6, то 41. То есть, 41 миллион человек до сих пор получает в той или иной форме государственную помощь. Теперь, это огромное достижение. У нас создано порядка 6 миллионов рабочих мест с момента того, как, значит, в ноябре 2016 года Трампа избрали и наверх пошла кривая развитие нашей промышленности и индустрии. Из которых приблизительно 600 тысяч, чего никак не ожидали, это работы в секторе промышленном, изготовляющем, то есть, модифакчеринг тоже называется. Так что достижения совершенно фантастические. И я думаю, что если дальше будет так продолжаться, то это будет снижаться и снижаться это количество, но какое-то количество людей все равно будет получать, потому что мы не можем пройти мимо людей, которым не хватает, что называется, на хлеб, при том, что они работают, питаются, или инвалиды, или душевно больные, или как-то еще, но не могут они заработать все деньги. Мы не бросаем их в яму, правильно? Мы им помогаем. Так что какое-то количество будет оставаться? То, что Обама устроил, это было ужасно. Но вот сейчас оно начинает устаканиваться. Насчет второго вопроса я просто не понял, Сережа. Значит, что касается Карлсона, я читал информацию, сообщение было о том, что он проводит реформы в хаузинге, потому что исследования показали, что огромное количество нелегалов проживают в этих самых домах, которые субсидируются правительством. И убрал... 25 тысяч квартир, занятые людьми, которые не имеют на это ни малейшего права, нелегалов. Вот, поэтому он проводит эти реформы. Ну, вы все знаете, если что, там очереди какие-то существуют там, люди, которые eligible, которые имеют право в этих домах, в этих квартирах жить, не могут в них жить, потому что нет таких свободных квартир, в то время как нелегалы проживают в этих квартирах. Вот какие-то реформы проводит доктор Карсон с тем, чтобы эту ситуацию каким-то образом исправить. я надеюсь, что он добьется определенных результатов. Я про его работу не знаю, но вот звонившая женщина спросила также, сказала также об образовании. Вот меня очень беспокоит, заботит, что мы ничего не слышим на этом невероятно важном фронте, потому что от того, как мы воспитываем, обучаем своих детей, будет зависеть на самом деле, какие дети будут, какая Америка будет. И то, что происходило последние два-три поколения, оно совершенно ужасно. Мы отдали воспитание. Леон, это отдельная очень большая тема для разговора, и мы ее обязательно коснемся. Я очень надеюсь, что либо сейчас, либо, может быть, начиная со второго срока правления Трампа, начнется серьезная работа, связанная со школами. Спасибо огромное, и до встречи в следующий раз. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok